Если ты хочешь купить PlayStation 4, но у тебя просто на неё нет денег, этот ролик для тебя. Когда я учился в школе, я хотел купить себе PlayStation 3, потом это была PlayStation 4. Но позволить себе её я не мог. Сейчас же у меня есть две PlayStation 4. Xbox One S, PC Vita, просто PSP, была Nintendo Switch. И я думаю, что при должном желании это может сделать любой. Ещё в подростковом возрасте у меня появилось какое-то желание что-то продавать. Примерно год назад я начал свой путь в продажах, много чему научился и хочу поделиться с тобой. Как выглядит путь от ничего до PlayStation 4? Для начала тебе нужен какой-то капитал. Если у тебя его нет, то ты можешь что-то продать из ненужных вещей. Минимальная сумма, которая тебе понадобится, это примерно 1000 рублей. Если у тебя будет 5, то это будет ещё лучше. На 1000 рублей ты сможешь купить себе PSP, на 5000 PlayStation 3. Например, у тебя всё-таки есть 5000 рублей, что тебе нужно делать дальше? Ты заходишь на Авито или на Юлу. В поисковике ты пишешь PlayStation 3. Я это делаю на телефоне, так как мне это удобно. Дальше мы просто ищем самый дешёвый вариант и смотрим его. Если предложение нас устраивает, мы можем даже попытаться скинуть цену. По сути, ваша задача заключается в том, чтобы найти самое дешёвое предложение. Если есть возможность, то скинуть ценник. Если продавец соглашается на то, чтобы сделать торг, то вы можете рассчитывать примерно на 500-1000 рублей. После этого вы просто договариваетесь с продавцом о том, где вы заберёте свою PlayStation. Лучше всего проверить консоль, так как она может быть какая-то поломанная или в ней что-то не так. Лучше всего прийти к человеку домой и всё проверить. Поздравляю, у вас есть PlayStation 3. После этого приходим домой и просто фотографируем свою консоль. То есть джойстик, Соньку, игры если они есть. И начинаем выкладывать это на Юлу, Авито или паблики ВКонтакте, которые специально созданы для того, чтобы продавать там что-нибудь. В зависимости от того, как хорошо мы купили консоль, то есть нашли например за 5, скинули до 4, мы можем выложить её за 5500. В описании мы пишем то, какая у нас консоль, в хорошем ли она состоянии, что имеется в комплекте и есть ли у неё торг. После того, как мы выложили наше объявление, мы просто ждём, когда появится какой-нибудь покупатель, который с радостью заберёт консоль. А в это время мы можем спокойно играть в неё, играть в эксклюзивы, которые например у вас есть на дисках, или даже попытаться её прошить. Дальше я думаю всё и так понятно, находится какой-то человек, договариваетесь, продаёте и получаете деньги. То есть вы, попользоваясь приставкой, поиграли в неё, насладились и получили с этого ещё и деньги. Ну разве не замечательно? После того, как вы продали свой PlayStation 3, вы можете повторить это действие, то есть по кругу, продавать и покупать. Тем самым вы дойдёте до PlayStation 4. Этот метод работает не только с приставками, он работает и с телефонами, и с планшетами, и с часами, всё что только вам захочется. Я надеюсь этот ролик был интересным и полезным для вас. И если это так, то подписывайтесь, оставляйте комментарии и лайкайте это видео. А на этом всем спасибо, всем пока.